сегодня я отвечаю на ваш вопрос относительно происхождения и вообще теории рас человека дело в том что это научная проблема уже имеет возраст более ста а может быть даже и более 200 лет и сначала она была как говорится с одной стороны подана в науку а сегодня та первая сторона является стороной обвинения в нынешней жизни и так рассказываю подробно потому что первые ученые до 70-х до 80-х до 90-х даже годов двадцатого века то есть все предыдущее большое научное время так вот первые ученые которые вообще сформировали теорию раз они считали расы главными единицами человеческой эволюции и только после того как в дело вмешался капитал скажем так религиозный капитал ситуация полностью изменилась не в пользу научного подхода и так в позапрошлом веке сформировалась теория раз точнее она начала формироваться на той платформе которую наблюдали ученые исследуя человеческий материал по всему миру напомню как развивалась история человечества в девятнадцатом веке то которое нам хорошо известно и которую мы с вами изучаем вся цивилизация была сосредоточена в одном только месте это европа восточная и центральная россия все остальное было второстепенно но тоже цивилизованно этим всем остальным является западная европа великобритания со всеми своими наворотами ну и естественно новый свет северная америка поэтому собственно она и называлась новым светом потому что там просвещение и свет человеческой мысли пришли позже чем это состоялось на евразийском континенте в его центре естественно в цивилизацию 19 века никоим образом не входили первое африканский континент второе азиатские все страны и весь континент третье австралия четвертое южная америка этих континентов в цивилизации 19 века не было совсем и только по мере отправления научной мысли удалось ученым узнать что там на этих континентах тоже существуют люди эти люди были совершенно уникальными по отношению к европейцам и к русским людям но они не несли с собой цивилизации и 19 век ознаменовался тем что белым людям впервые пришлось встретиться с цветными народами автохтонного характера то есть того характера который обозначает что эти люди цветные люди они являются непосредственными жителями указанных территорий они никуда не уходили они ниоткуда не пришли они родились на той земле где их обнаружили якобы и там они продолжают существовать это 19 век и естественно в 19 веке к его концу сформировалась такое мировоззрение что цивилизация полностью создана белым человеком а к изумлению него уже потом позже в 19 веке когда уже всей цивилизации по официальным данным было несколько тысяч лет вот тогда уже стали обнаруживаться те самые автохтоны которых надо было куда-то классифицировать дело в том что было не совершенно неизвестно чьими потомками они являются и естественно глядучи на некоторых представителей того или иного цветного народа возникали сумасшедшие теории описи глав цах а еще каких-то существах которые с человеком в общем-то не имеет никакого сближения и а тут же из этих глубин идут такие монструальные гипотезы как например смешение людей с какими-то волками с какими-то обезьянами с каким-то гиппопотамами и тому подобное просто от нехватки информации научного плана по всей популяции человека в целом начали формироваться такие безумия тем не менее научная мысль развивалась в том направлении что она принялась классифицировать всю популяции людей которые были обнаружены концу девятнадцатого века и классифицировала наука эту популяцию так что выделила из нее со временем уже конечно там много было споров но самое главное это выделила три основные большие человеческие расы первая раса это европеоиды вторая монголоиды и третья негроиды позже было выделено в каждой из этих больших раз огромное количество подраз которые обозначали так называемый переход между расами а по-настоящему по сегодняшнему это были просто представители гибридных рас которые сформировались не путем перехода от белого к черному например а путем совокупления белых и черных которые в результате дали мулатов и девятнадцатом веке даже в начале двадцатого века очень много было распространено знаний которые касались тех самых мулатов различных гибридов и всевозможных помесей и если уж так говорить четко об этом моменте истории то никогда гибридов мулатов и тому подобных помесей не брали не в жены не брали не мужья потому что порченая кровь она не приводила не к появлению здорового потомства это раз и также она приводила к бунту крови внутри человека что отражалось на его жизни как сумасшествие того или иного плана в результате обнаружения и накопления представителей этих самых гибридных раз сформировалось большое количество людей которые располагались между очагами больших главных раз эти сообщества стали носителями тех самых так называемых семейных болезней генетических болезней которые возникли в результате того что геном одной большой расы воздействуя на геном другой большой расы в одном человеке в одном существе вынуждал мутировать все его компоненты и человек который стал обладателем такого смешанного генома становился генетическим мутантом который несовместим был не психологически с нормальным населением планеты не физически в начале двадцатого века теория больших раз и производных раз маленьких раз меньших раз она укоренился стала основной и проблема этой теории стала образовываться в том что она вносила ясность существования определенных форм народов если мы например ехали в одну сторону мы наблюдали одни расы и по этой теории мы сразу понимали какой уровень цивилизации в этой области и какие уровни отношений между людьми этой области если мы ехали в другую сторону мы видели аналогичный процесс но уже среди представителей другой расы и мы могли понимать все устои жизни которые там происходили и эта проблема она стала очень опасной для одной маленькой группы людей которые заполонила к нынешнему времени всю землю словно паразитизм я говорю конечно а так называемой библейской цивилизации в то время в начале двадцатого века они слышали только понаслышке прошу прощения за такую тавтологию но она была еще не оперившимся гегемоном который начал делать революции который начал делать какие-то голодоморы и так далее гражданскую войну развязал забрал полностью власть у русского народа в россии а в европе там происходили свои аналогичные процессы которые в результате привели появлению гитлера это ближневосточное существо будучи посаженным в германии в определенном центре белого народа развело такую деятельность что своими действиями опорочила полностью расовую теорию и в результате после этой войны то сторона которая ее развязывала сформировала общественное мнение таким образом что виновными оказались современные германцы и часть европейских народов а истинный зачинщик оказался в тени предстал перед всеми народами жертвой и завоевал на этом поприще все ключевые позиции кроме этого под маркой фашизма естественно начался крестовый поход и на теорию раз и в результате к сегодняшнему дню а это началось примерно активно где-то в 90-е годы хотя в принципе даже в двухтысячных и двухтысячи десятых годах то есть вот совсем недавно я участвовал во многих мировых международных или всероссийских конференциях по антропологии и той же белоруссии и у нас и в сербии в разных странах и везде я только одно и видел что расовая теория это основа сегодняшнего изучения человека но вот наступили двадцатые годы всего лишь 10 лет прошло как расовой теории перестала звучать везде вместо нее возникли вопросы что человеческое общество едино происходит из единого какого-то источника но и догадайтесь откуда этот источник появился естественно из библии я уже как-то давно давно уже вам говорил что есть такая революционная книга которую написал один из революционных лидеров где-то примерно в восемнадцатом двадцать первом годах двадцатого века то есть сразу после революции я забыл как его звали он такой то ли серб то ли словак по происхождению я может быть тогда под видео напишу его фамилию если вспомню если найду эту книгу и смысл его был в том что он смеялся над коллегами своими по научному цеху и говорил вы еще напишите нам и придумайте что якобы человек произошел из африки это будет так смешно смешнее чем самой библии вот он тогда смеялся а сегодня когда вся американская антропология пустила нас по этому среду она нас заставила поверить в ту самую люси которую нашли где-то в эфиопии примерно там в том районе и в результате и наши ближневосточные ученые антропологи а у нас в россии не ближневосточным элементом антропологии не представлена все они легли под своих родственников прямых родственников которые проживают в америке и части других стран и вот это родственные ближневосточные банда придумала и втюхала нам ту свою выдумку что все происходит по библии и человек произошел из эфиопии но или из эритреи там рядышком вот в этом районе проблема в том я немножко сейчас отойду от этой темы проблема в том что если эти ученые так чтут свою эту библию то почему они считают что полеты в космос возможны и что солнцу миллионы лет в библии же написано что солнце создал их библейский бог всего лишь 200-300 лет тому назад мы должны к источникам подходить нейтрально если мы верим что человек произошел из эфиопии из африки то мы должны верить что солнцу 200-300 лет и наоборот если мы не верим посулы библии о происхождении солнца то почему нас заставляют верить что человек произошел из африки а потому что вот как раз в эти времена двадцатый год но уже двадцать первого века он как раз нам и показал что появился гибрией есус я даже произнести эту гадость не могу который возглавляет всемирную организацию здравоохранения и он будучи уроженцем этой самой эфиопии нахлобучил весь мир таким образом каким вы сами все это видеть вот к чему привела это расовая отрицаловка расовый нигилизм и то же самое мы видим на футболе когда идет чемпионат европы европы еще раз повторяю где нет ни одной африканской и иной цветной страны вдруг какая-то сила а политичную организацию футбола заставляет преклонять колено в пользу уголовника который все время попадался на торговле наркотиками и которые от этого дела и помер и этот уголовник негроидные расы то есть понимаете находится какая-то сила которая ведет расовую войну теперь уже против белого населения и посмотрите прошло всего лишь сто лет с небольшим и если раньше белые люди приходили в дебри амазонки в дебри китая в дебри различных островов видели там папуасов у которых на пенисах был стручок перца это была вся их одежда и белые люди несли туда просвещение то теперь в наше время китайцы выдумали себе древнюю историю остальные папуасы выдумали себе еще более древнюю историю некоторые от них родились непосредственно от местных богов которых они к сожалению не помнят и даже южная америка стала оплотом цивилизации который умудрился понастроить везде пирамид таких же как том же самом северном египте получается очень интересная штука те кого мы оккультуровали сто лет тому назад пошли войной на нас спустя этот столетний промежуток оккультурившись и одевшись в наши в принципе одежды они пошли на нас войной можно было бы сказать что эта проблема отцов и детей в различных фантастических фильмах это все очень хорошо показано когда папуасы затевают войну против своего покровителя например вот фильм аватар где белые люди прилетели на какую-то планету и местные голубые начали какую-то свою войну повстанческую в результате было уничтожено все это и другое и люди звери оказались своих привычных условиях я помню в детстве отец разводил кроликов и я у него спросил а почему нельзя сюда вот кроликом к маленьким кроликом подсадить зайца зайчонка чтобы он вырос с ними в одной среде и таким образом стал не диким а домашним но чтобы было как бы вот такое разнообразие отец сказал что дикие зайцы не живут в и не могут быть одомашенными по причине их какого-то менталитета и когда он привез из деревни очередного маленького зайчика пустил его кроликом который только-только вот появились у нас зайчонок вместе с кроликами с этими немножко подрос а потом все равно разбился а клетку прыгая на ее стены разбился до смерти можно называть это стремлением к воле стремлением к свободе но можно называть это и бешенством дикого существа потому что дикие существа отличаются от домашних тем что у диких не хватает мозгов осознать некоторые законы поведения которые делают дикое существо домашним собственно поэтому и произошло разделение старого света и нового света когда в новый свет были отправлены все преступники а потом это подразделение дальше продлилось когда уже из нового света были преступники отправлены в аляску и преступников всегда куда-то отселяли потому что они были ментально не в состоянии существовать в цивилизации можно это по-другому объяснить пожалуйста как говорится на вкус и цвет товарищей нет но вот мое объяснение такое и сегодня когда расовая ситуация расовая наука введена в состав запрещенных или полу запрещенных элементов то конечно это обедняет всю саму биологическую науку и вводит в нее неправильный крен в результате чего люди те которые создавали нашу цивилизацию они сегодня оказываются виновными том что они ее создавали вы вдумайтесь только куда бежали за лучшие доли белые черные желтые красные все вподряд бежали и теперь самые хитрые черные решили что вот этот забег закончился они получили лучшую долю по своему понятию опоздали за всеми остальными и теперь они просят за это требует за это репутации из тех кто сделал американскую цивилизацию то есть с белых получается опять расовое противостояние также как в футболе сегодня футболисты с африканского континента полностью завоевали все команды вы посмотрите на те же нидерланды они почти полностью представлены неграми франция давно уже представлена неграми англии тоже и смысл то в чем футбол упал как театральные действия почему потому что менталитет игроков скатился вот в этой войне в расовой войне к тому что они просто начали думать что вся футбольная мысль заключается от того добежал и ты от одних ворот к другим или не добежал мысль большого футбола из этих команд исчезла просто полностью и сегодня цивилизация под угрозой потому что какие-то силы которые хотят уничтожить белое население на земле и присвоить все его достижения вот эти силы ввели войска в виде цветных наций эти цветные нации теперь официально от лица всех представителей государств они просто занимаются уничтожением белых людей либо физическим как это происходит в европе и америке либо ментальным как это происходит там же на более широких рубежах рубежах